Слово это ведь проявленное в пространстве энергии. Слово это содержит определенную кодировку, которую мы наполнили энергией. Если мы это слово не наполнили энергией, то это просто набор букв и все. Силу слова приобретают тогда, когда мы в них наполняем энергией. Почему-то просится слово «печать». Слово на самом деле может быть запечатлено или напечатано, то есть впечатано, только тогда, когда оно наполнено энергией. Мы об этом говорили. Если в слове нет энергии, о которой мы говорили в сегодняшнем вебинаре, то это «далант». Печатай, не печатай, эта печать отвалится. Или ее размоет, или еще как-то. Я бы так ответил. У людей, обладающих силой слова, обязательно ли должна быть чистая речь? Не врать, исполнять сказанное, не распыляться. Если вы имеете в виду под чистой речью не врать, исполнять сказанное, не распыляться именно чистоту, то да, я могу так сказать. Но на самом деле чистая речь, она заключается не в словарном запасе, а чистая речь является чистым помыслом. И здесь давайте не будем лепить белое. Понимаете? А мы говорим о чистоте качества энергии. То есть что такое чистота речи? Если мы говорим с точки зрения лингвистики, то это правильный слог, это словарный запас, это умение апеллировать. Он должен обладать чистой речью. Но опять же, что мы берем, относительно чего? То есть есть правило русской грамматики, пунктуацию. Если мы берем кластер и классифицируем чистоту речи относительно грамматики, то да, это одно. Если мы берем, например, чистоту речи, применение в соответствии с обстоятельствами, тоже не совсем, я бы сказал, точно. Чистота речи берется относительно чего-то. Что мы считаем чистой речью? Что мы читаем чистым словом? Слово может иметь один первоэлемент или главный доминирующий эмоциональное слово. Понимаете? Или может быть иметь волевое слово. или иметь вдохновляющее слово, то есть слово ментальное, да, воздух, стихия воздуха. Или материальное слово. Поэтому здесь вот, знаете, очень сложно сказать, какая чистота речи, относительно чего чистота. Вот в чем вопрос. Не врать, то человек, который идет путем магии, он в первую очередь учится не врать самому себе. То да, это чистота речи. Исполнять сказанное, если маг знает, как работает энергия взаимодействия, энергия равновесия, то исполнять сказанное, это есть не что иное, как закон равновесия. Не распыляться, это потеря энергии. Опять же, тот же самый закон равновесия или сохранение энергии. Поэтому да, тогда в этом случае я с вами согласен, что чистая речь к этому относится. Но опять же, относительно чего мы это берем? Относительно, что является мерилом? Слова силы мат может быть? Да, может быть. Мат может быть словом силы. Это очень интересная тема в старославянском, это отгонять все темно и бесов. Но, знаете, я знаком с чернокнижием не понаслышке. И матерные слова, если мы разберем их смысловое значение, они имеют очень мощный энергетический посыл. Те же слова, которые обозначают половые органы, то они, естественно, направлены на определенные качества иные. Вот где-то так. Здесь не только бесов, но можно чернокнижные этими бесами по-разному управлять. Вы знаете, что есть чернокнижники, которые с помощью духов помощников, которые христианство назвало, кстати, бесами, да? Назвало их бесовская сила. Перевод так перевели, да? Но они могут исцелять. Шаманы, как по-вашему исцеляют шаманы? Ну, шаманы обычно славятся целительными способностями. Они что делают? Они изгоняют духа. Какого духа? Православный бы человек сказал, беса изгоняет. В православии называется это что? Экзорцизм. Да? По-моему, где-то так. Конечно, не ясно, что темное, а что светлое. В каждом темном, согласно закону полярности, есть часть света. И если мы разберем, например, ту же самую тему Иеговы, да? 72 ангела и 72 демона составляют не что иное, как имя тетраграматронов, имя Бога, имя Всевышнего, Создателя. Поэтому 72 демона, 72 ангела или 72 имени ангелов – это не что иное, как содержащее имя Бога. И каббалисты это, кстати, очень хорошо расшифровали. Кстати, в тех же самых картах Таро это очень четко прочитано. Поэтому, что такое белое и черное – это не что иное, как суть единого. А вот для того, чтобы понять единого или абсолютное понятие, нам и нужно разделить на определенную тень и свет. Вот и все. Изучая свет, в каждом свете есть тень. Изучая тень, в каждой тени есть свет.